Как и чем власти могут помочь участникам СВО и многодетным семьям, об этом рассказала региональный министр соцзащиты населения Любовь Кукушкина на встрече с журналистами 18 июня. Руководитель министерства напомнила о том, что в этом году те бойцы, кто заключил контракт на военную службу с 1 апреля 2024 года, стали получать денежные выплаты в размере 250 тысяч рублей, а не 100 тысяч, как это было ранее. На данный момент на такую меру поддержки уже было направлено 511 миллионов. Работу ведут и с семьями участников СВО. Только за текущий год более полутора тысяч обращений было отработано. Со всеми другими ведомствами, министерствами оказываем помощь. Это и медицинской реабилитации сопровождаем, это и в части образовательных получений услуг тоже здесь содействуем. Как уточнила Любовь Кукушкина, сейчас для помощи участникам СВО действуют два центра социальной реабилитации. Один в Владимире и один в Коврове. Отдельно проговорили вопрос о ресоциализации вернувшихся солдат. Помощь военные после пережитого могут получить через фонд защитники Отечества. Для обеспечения поддержкой многодетных семей с 1 июля будут действовать некоторые изменения. Теперь такие категории граждан будут получать помощь, если на одного члена семьи приходится полтора прожиточного минимума, а не один, как это было ранее. Кроме того, введено право на компенсацию расходов на оплату жилья и взнос на капитальный ремонт общего имущества. Ранее только на жилищно-коммунальные услуги предоставлялась льгота. У нас в регионе 50%, по указу президента не ниже 30%, у нас 50%. Значит, вот это тоже дополнительно внесено в закон. С вопросами по оказанию какой-либо услуги от государства можно обратиться в семейные МФЦ, которые на данный момент принимают граждан во Владимире, Коврове и Муроме. К сентябрю 2024 года такие центры планируют открыть также в Гусьхрустальном и Александрове. Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, 6 канал.